Здравствуйте! У меня есть вопрос по силе роста абрикосов. В прошлом году посадил большое количество косточек абрикосов. Все косточки покупал у вас. Но вот беда, зашло только 30% от посаденного количества. У тех же, чтобы зашли, рост оказался слабым. Максимум некоторые достигали 40 см, а осталось 30 см. Это вот так значит. Лучше рост оказался у Амора Сельцева и сына Маджорьса позднего. Анализируя много факторов, всем может быть связан такой слабый рост. Грешил на землю, привезённую как раз для посадки абрикосов, обычная чёрная земля. И слишком повершил свою посадку. Косточек символически прикрыл землёй. В 2020 году кургане было жаркой, и многие косточки могли засохнуть, хотя поливал ежедневно. Сейчас, секундочку, я сейчас принесу. Голосок не страшно. Итак, прошу вашего совета. Что может быть причиной слабого роста абрикосов? Если вы думаете, что он мне прислал фотографию, нет, это фотография с моего сада. Значит, причин всегда несколько бывает. Ну, исключаем хилые косточки. Да вот, это исключено. Исключаем то, что они могли просто-напросто быть несталифицированы, плохо сталифицированы. Я нахожу главную причину почве. Показываю собственную фотографию. Специально сделал вот недавно, в этом мае. Дело в том, что сейчас мы подходим с двух сторон к этой теме. Вот там вдали было посажено 20 косточек королевского, зашел один. Не хочется и все. Может, он зайдет в этом году. Пока еще рано судить, у нас холодная весна была. И посадил 20 косточек академика. Из них прошло, наверное, 10-15, не считал. Вот. Главное, что они очень-очень выглядят слабыми. Почему? Это единственное место у меня, где чистая глина. Другое место я не нашел, просто нету. И посадил прямо на глину. Вот результат. И у вас получается так. Причина. Совершенно не грешу на эти же косточки. Вот мой же. У меня же тоже практически неудача. Вспомните, мои манджорцы за год вырастают. С мой рост мощным скелетом. А здесь, если бы я тоже посадил, как вы, в манджорце, был бы такой же результат. Ну, может быть, чуть-чуть выше, на вершок. И вот получается, что... Или у вас, где вы написали, обычно черная земля. Ну, а может, необычная, семиажурная. И может быть даже то, что вы землю высыпали поверх коренной земли. И даже коренная земля может быть не совсем удачная. Не совсем. А они чувствуют, от земли идет излучение. И посаженная косточка, она чувствует. Вот захочется, не будет сходить. Тысячу штук можете посадить, и тысяча не взойдет. Вот. Я с такими вещами сталкивался. Я грешу на почву. Идем дальше. Вот. Допустим, намного лучше абрикосы чувствуют себя в горах. Потому что все наши вот этот феномен абрикосов связан именно с горами. Поселок Майна, улица Горная. Да и даже остальные улицы довольно крутые. Крутой ландшафт. А уж поселок под названием Черемушки. Это вообще феномен. Ужасно крутая гора, на которой сотни, если не тысячи дать. Ну, вы видите руку Боднар Борисовича, как его нет с живых. Осталась память. На ладони он держит абрикосы. Это для самых Петра Великий. Пожалуйста, на огромный урожай измельчали. На самом деле они в два раза крупнее. Это вообще феномен. Абрикос этот, черенок я привез, черенки я привез с Украины и с ним поделился. Вот. В горах успехи были бы куда лучше, чем здесь. Итак, почва.